Литературный процесс идет, он никуда не надевался, и тот, кто за ним наблюдает, он видит, что появляются все время новые имена, появляются новые тенденции, что и должно быть. И вы знаете, из всех видов искусств, честно говоря, литература наиболее живая. Сразу вам скажу, действительно живая. Если, например, на эстраде чувствуется некая закупоренность такая, некая, ну, скажем, такая болотистость, то есть долгое время ни у нас, ни на Западе не появляется ничего нового, все раскалывается на такие осколки, идет какая-то вот мешанина. Это действительно так, это кризис, который признают многие музыкальные критики и искусствоведы, которые занимаются музыкой, и в классической музыке, и в эстраде, и так далее, и тому подобное. Если в художестве, то есть, если мы возьмем живопись, это полный тупик, потому что все, включая импрессионизм там, фобизм, что угодно, как называть, это даизм, это все уже испробовано, да, и живопись сейчас находится в очень большом как-то упадке. Это действительно так, у меня те, кто работает, они знают о чем внутри, она как бы достигла какого-то предела, за который нужно еще как-то переходить, что-то новое создавать. Еще есть такие попытки, но они, к сожалению, такие пока безрезультатны. То литература, в отличие от всех этих искусств, она развивается. Как развивается язык, язык меняется, меняется литература. Каждые пять лет приходит новая волна, что-то уходит, что-то остается и так далее. Но это совершенно живой организм, это замечательно, я считаю, так сказать. Ну, о том, каков он судить вам, людям, которые интересуются литературой, да, интересуются вот этой живой связью, конечно, искусства и жизни. И поэтому я рад, что я причисляю себя тем людям, которые сейчас, ну, вот в этом процессе находятся. У многих писателей есть такой человек, которому он первому доверяет прочесть свои произведения. И он уже говорит, там, об умениях значимо состоялось, еще нет. У вас есть такой человек? Нет, это только читатель. А жена надо мной смеется, правда? Она серьезно читает, она профессор, доктор технических наук, она преподает и так далее. И для нее это просто бред. Я очень разъясняюсь. И правильно, да? По крайней мере, это все честно. И она читает одна из последних, когда уже выходит книга, да? Чтобы она руками спрашивала, да не сошла. Поэтому первый человек, который читает, это редактор. Редактор настолько замыленный существ, потому что ему пофигу, да, все. Он уже смотрит, где запятая, там, как фраза построена, он уже, он не врубается, да? Ему главное, чтобы там не был бред сивый кобыль. Ну вот, потому что, когда бред сивый кобыль, он начинает говорить, слушай, ну ты совсем не разъясняешься. Ну что это у тебя такое? Так как писатель зачастую не может быть сам себе редактором, он допускает таких дяпл, что мама не горит, да? В чужом глазу увидим, как всегда, сарим по своему верблюду. Я просто как редактор говорю, я свою литературу не могу контролировать. Вот, и я даю своему другу, Павлу Крусанову, который одновременно мой издатель, редактор, и он тогда начинает говорить, вот это бред, это бред, это бред. Я снова переделываю, он переделываю, и в конце концов появляется текст. Сейчас готовится список, если так, книг, да, рекомендуем их про чтение. Ну вот, назовите, пожалуйста, хотя бы пять, которые вы считаете. Конечно, Толстой, конечно, Лермонтов, да, ну, Достоевский, да, конечно, Достоевский. Конечно, из таких уже 20 века, мне страшно нравятся Платонов, но не все, а вот сохранение человека. У меня есть любимые такие произведения. Сразу вам рекламирую, вот если не мечтал, обязательно посмотрите. Энергетика бешеная, совершенно фану Кухову. Потом, конечно, Набоков, ядовидейший Набоков. Набоков – это очень опасный товарищ, очень опасный, потому что он ядовидный, но, с другой стороны, он как Павел, притягиваешься в него, вляпываешься, как в паутину, вот эту вязь, если на него не выползни, да, там, и чувствуешь, что он не то, и как-то, так сказать, он гений, конечно, он и есть гений на это, он завлекает, и из него ерунда. Понимаете, конечно, Булгаков, и опять-таки не всем, а вот у каждого же писателя есть свой пик, да, да, конечно, это мастер Маргарита, тут я не открою проблем. Булгаков был совершенно замечательным писателем Белой Гвардии, автором Бега, рассказов докторских замечательных, но без мастера Маргариты, конечно, он был бы в ряду, там, как Артем Веселый, как Пельняк, там, он замечательный в ряду революционных писателей, да, вот он остался. Вот у меня что приходит на ум? Конечно же, изумительный писатель, который как-то прошел, ну, не знаю, может, его еще откроют, как-то ему отдали должное в свое время, да, это Леоганов. У меня роман «Ворин», я не знаю, как он издавался, он в 50-е годы, я просто был потрясен, был энергетикой слога, да, роман «Ворин». Ну, у меня миллионов, вот прекрасно, русский лес, там, казалось, да, Виктор Павлович, к сожалению, он сейчас вот как бы с кораблем советской словесности, с «Титаником», как говорит мой друг Павлович, он ушел на дно совершенно незаслуженно, у нас целый, целый пласт вот с советской действительностью, да, вот советских писателей замечательных, они как пушли. На ваш взгляд, почему сейчас читают все меньше и меньше? Всегда элита любого общества, она будет читать, всегда. Да, Эйнштейн читал, Черчилль читал, да, Сеченов читал, Вечников читал, Толстой читал, но эта элита, она ведет за собой все человечество. Поэтому за будущую литературу совершенно переживать не надо, всегда элита будет разговаривать на своем течем языке. Но литература очень демократична, в эту элиту можно ступить каждый. Не хотят она ступать, но это и хуже, правда, да. Пожалуйста, чтобы ступить в элиту, приди в библиотеку, открой, Толстой, достанешь, все, кто-то рабочий, кто-то, какая разница. Она очень демократична, но тем не менее элитарна. Не для всех. Пиво, для него легче. Ну вот, да, стадионы спортивные, да, там, где гоняют мяч, это легче, и это можно понять. Человечество, наверное, 5% этим и живет, но 5% человечества, которые двигают и айфоны, и айпеды, и науку, так оно читает. Вот вы работали в издательстве с рукописами, да? Ваше мнение о современном русском языке. Сейчас много говорят, что он гибнет, вот копья признали, что может быть среднего рода. Все-таки идет упадок или идет какое-то развитие? Идет изменение. Вы знаете, язык же меняется. Ужасно, когда он перестает меняться, это будет лады. Это будет мертвый язык, да? А когда он меняется, видимо, русский язык не надо по нем пить панихиду. Он все перемелит, он перемелит американизм, по сути. Сейчас огромное количество английских там, но он перемеливает. Тут, под себя это все равно, понимаете, как раньше, в 19 веке, огромное количество французских слов, которые мы сейчас уже спокойно с перенимаем и так далее. Ну, казалось бы, ну почему там буддик не назвать просто лавка? Ну, как-то не то. Лавка, ну, по-французски, лавка и лавочник там, да? У нас буддик. И уже сразу как-то там все. Мы сошли в бутик там и так далее. Просто я от смеха иногда падаю, понимаете? Это лавочка, а не французская лавка там, да? И все так далее. Ну и так далее. И американизм у нашей молодежи, и те молодые литераторы, которые приходят там, они настолько переначивают, они обрусевают настолько быстро американизм. Ну, достаточно интернета, вы читайте там уже свой язык. Язык просто меняется. Он никуда не дьется, пока есть народ носитель. Более того, чем больше язык меняется, тем это более говорит о здоровости. Понимаете? Когда язык застывает, бойтесь этого. Это смерть.